12 февраля на базе Республиканского лыжно-биатлонного центра стартовало первенство России по биатлону среди юниоров и юниорок. На участие было заявлено больше 100 человек из 23 регионов России. Сегодня юноши и девушки соревновались в дисциплине суперспринт – три круга по полтора километра, во время которых проходило две стрельбы – лёжа и стоя. Первыми на старт вышли юниоры. В квалификционной гонке приняло участие 70 биатлонистов, из них только 30 попали в финал. Конечно, итогами оказались довольно не все. Например, Виталий Гатилов, участник из Ханты-Мансийска, занял 57-е место во время квалификционного заезда. Как вы оцениваете ваши результаты? Как вы проехали вообще? Плохо. Почему? Ну, не знаю. Сегодня и у нас и вы же плохо работали, и сам не готов по самочувствию. С одним промахом я не прошёл. То есть, не очень отработано сегодня. Однако в любом соревновании не так важна победа, как участие. Но всё же пару слов стоит сказать о победителях гонки. Во время квалификционного заезда в первую тройку вошли юниоры из Новосибирской области, Республики Башкортостан и города Санкт-Петербург. Кстати, мордовский спортсмен Илья Лехманов закрыл пятёрку лидеров. Однако в финале показатели турнирной таблицы изменились. Илья Лехманов с пятой позиции поднялся на вторую. Он отстал от лидера всего на три секунды. Первое же место занял Евгений Емерхонов, биатлонист из Удмуртской республики. Его время составило 21 минута и 27 секунд. Бронзу получил спортсмен из Ханта-Мансийска Владислав Злобин. Уже завтра юниоров ждёт патрульная гонка, участие в которой примут команды по пять человек в каждой. Очень интересная гонка. Они будут стрелять. Команда подъезжает на стрельбище. Все стреляют по одному разу. И далее идут, если промазали, промах есть, то на штабной круг тоже все вместе идут. И по дистанции они должны вместе. Могут оказывать помощь на дистанции. Ну, помощь такую, что типа слабым могут винтовку нести, помочь. Арина Мелешкина, Евгений Фролкин. Программа «Наш спорт».